Уважаемые коллеги, безумно интересная демонстрация, но я все-таки настойчиво вслед за Евгением Геннадьевичем увлекаю вас в мир черно-белого изображения. И мой доклад будет посвящен месту эхоконтрастного усиления в диагностике новообразования. Вот так вот назвали организатора новообразования. Чего? Да, поэтому будем разбираться по этапам. Вообще, откуда появилась возможность проведения эхоконтрастного усиления? Это стало возможным с 2013 года, когда он использовал контраст в Санавью в Российской Федерации. И, собственно, что он из себя представляет? Он представляет из себя инертный газ, гексофторитсера, окруженный в фосфолипидной оболочке. Какие сразу особенности этого контраста? Хотелось бы более конкретно давать лекцию, поскольку профессор оперативно проводит операцию. Я понимаю, что нужно успеть следить за ним. Первое. Конечно, этот препарат чем привлекательный? Тем, что он не имеет термокологического действия, а значит, он не имеет побочных эффектов. Таким образом, категория пациентов, которые имеют аллергии на йодсодержащие контрасты, те пациенты, которые страдают хронической почечной недостаточностью, заболевания щитовидной железы, которые не имеют возможности при проведении компьютерной томографии использовать йодсодержащие контрасты, это та категория пациентов, которые сразу переходят к нам. Сонавью контрастируют исключительно сосуды и быстро выводится из кровообращения с выдыхаемым воздухом. Какие основные задачи контрастного усиления при эндосонографии? Что это? Это действительно важная дополнительная опция или это, ну, такой небольшой плюс при большом удорожании методики? Давайте разбираться. Болевые точки вообще всех лучевых методов диагностики и эндосонографии в частности. Повышение диагностической точности, дифференциальной диагностики, злокачественных и доброкачественных новообразований. Конечно, мы стремимся к объективизации диагноза, применяем интервенционные методы диагностики, но наших 100% еще нет и, в общем-то, над этим надо еще очень хорошо работать. Кроме того, мы хорошо знаем о том, что необходимо увеличение прогностической значимости ЭВС тонкой игольной функции, поскольку пока значения диагностической точности, информативности субоптимальны, а именно субоптимальны по показателю отрицательной прогностической ценности ЭВС ТИ. По данным литературы от 30 до 70%. Конечно, в такое время, когда хирурги располагают такими возможностями, морфологические исследования идут в гору, конечно, такой показатель недопустим. В чем суть методики? Это качественный и количественный анализ перфузии контрастного препарата в микроциркураторном русле именно в режиме реального времени. Мы можем оценить артериальную, венозную и позднюю венозную фазу. И объекты исследования. Собственно, те объекты, которые, в общем-то, исследуются при эндосонографии. Панкреатобилярная зона, стенка верхних отделов желудочно-кишечного тракта и лимфатические узлы. Уже в 2011 году европейскими коллегами был проанализирован опыт использования контраста с анабьюнити-санозоид и были определены рекомендации Европейской Федерации по ультразвуку, в соответствии с которыми, обратите внимание, объективизация диагноза протоковой аденокарциномы доказательный уровень А1В, достаточно высокий. Но, еще раз обращаю внимание, именно протоковой аденокарциномы в отличие от других солидных новообразований поджелудочной железы. Кроме того, определение и границ новообразования, включая отношение к прилежащим сосудам, то есть улучшение диагностики сосудистой инвазии, опухоли поджелудочной железы. Кроме того, дифференциальная диагностика между псевдокистами и кистозными неоплазиями, то есть возможность накопления контраста стенкой кисты указывает на то, что это не ложная киста, не псевдокиста, а кистозная неоплазия. И очень важный момент – дифференциация васкулярных от неваскулярных компонентов кистозных новообразований. Мы хорошо знаем, как сложно отличить сгусток муцина от коневого компонента. Кроме того, по-прежнему остается проблемой верификации небольших, менее 1 см солидных новообразований поджелудочной железы, в том числе при компьютерной томографии. И эта методика рекомендуется, правда, с меньшим уровнем доказательности, уровень 2b. Но, тем не менее, она используется в плане дифференциальной диагностики и выявлений этих новообразований. Статья 2016 года. Что произошло за время с 2011 до 2016 год? Вы видите, проанализированы показатели уровня доказательности использования контрастного препарата при различных патологических изменениях. Как мы видим, наиболее высокий уровень соответствует солидным и в меньшей, конечно, степени, что огорчает кистозным новообразованием поджелудочной железы. Уровень доказательности выявления образования желчного пузыря тоже значительно ниже. Мы видим, что и работ меньше проводится, но, тем не менее, второй уровень, третий уровень доказательности это по количеству статей присутствует. Что касается лимфатических узлов и последистых новообразований, вопрос пока остается открытым. Исследователи, в общем-то, говорят о том, что метод позволяет дифференцировать гастроинтестинально-стромальную опухоли от леомиомы, но степень злокачественности гастроинтестинально-стромальной опухоли, конечно, этот метод не определяет, это только морфологическая верификация. Что касается лимфатических узлов, метод позволяет верифицировать доброкачественные и опухолевые лимфатические узлы, однако не позволяет дифференцировать лимфатические узлы, пораженные лимфомой. И это, конечно, значительно снижает чувствительность этого метода, поэтому в рекомендации лимфатические узлы последистые новообразований, конечно, никоим образом не вынесен. Сейчас демонстрируется наш собственный опыт использования контрастного усиления при солидных новообразованиях поджелудочной железы, и мы видим, как хорошо верифицируется протоковая аденокарцинома в виде гипоусиления с быстрым вымыванием контраста. В отличие от равномерного накопления контраста при хроническом панкреатите, при псевдотуморозной форме хронического панкреатита, мы видим однородное распространение контрастного препарата. Вот ниже мы увидим накопление контрастного препарата при нейроэндокринном раке, который в отличие от нейроэндокринной опухоли имеет гетерогенное распространение. Мы видим, что оба нижних эндосонограммы демонстрируют хорошее активное накопление препарата, однако левый имеет тенденцию к гетерогенному неравномерному распределению препарата. Таким образом, уровень доказательства, свидетельствующий о том, что протоковую аденокарциному в отличие от воспалительных изменений нейроэндокринной опухоли можно дифференцировать, используя контрастный препарат с достаточно высоким уровнем доказательности. Кроме того, если вернуться к первому слайду, мы видим рядом граничную воротную вену, и контрастное усиление помогает четко определить границы новообразования, таким образом исключить влияние, когда у нас есть артефакт окружающей перифокальной зоны воспаления, которая имитирует инвазию в магистральные сосуды. Здесь мы четко видим размеры новообразования. Теперь переходим еще к одной опции контрастного усиления, это улучшение прогностической значимости тонкоигольной пункции. Зачастую возникает такой момент, что контрастное усиление может быть альтернативой тонкоигольной пункции. Ни в коей мере. Контрастное усиление может улучшить показатели тонкоигольной пункции. Вот вы видите, согласно данным наших европейских коллег, в 2017 год мы видим, что негативное предсказательное значение значительно увеличивается практически, достигает 100% при совместном использовании контрастного усиления с тонкоигольной пункцией. Это, конечно, не значит, что при каждой тонкоигольной пункции необходимо использовать контрастное усиление. Я имею в виду солидное новообразование. Скорее речь идет о крупных новообразованиях, которые гетерогенны по своей структуре, в которых есть участки фиброза, некроза, зоны распада. Вот с тем, чтобы уменьшить количество ложно-отрицательных результатов, используется контраст, выбирается зона не там, где отсутствует усиление, или где оно, наоборот, накапливается равномерно, а зона гипоусиления, и это будет эпицентром проведения тонкоигольной пункции. И вот уже рекомендации 2017 года, которые были опубликованы в 2018 году, которые, в общем-то, не могу сказать, что очень отличаются от тех, которые были в 2011 году. Единственное, в этих рекомендациях уже четко указано, что может использоваться для дифференциальной диагностики аденокарциномы протоковой желудочной железы и нейроэндокринных опухолей. Это наиболее высокий уровень доказательности. Кроме того, контрастное усиление определяет точность выведения эпицентра тонкоигольной пункции при солидных новообразовании поджелудочной железы. Да, уровень доказательства 2. Еще требуются определенные исследования, но, тем не менее, это перспектива, которая, в общем-то, в ближайшее время, я думаю, будет доработана, и, может быть, через 2-3 года мы будем иметь более высокий уровень доказательств при исследовании многоцентрового. Таким образом, по солидным новообразованиям поджелудочной железы ключевыми выводами является следующее. Результаты контрастного усиления являются достаточными при выявлении резектабельных опухолей поджелудочной железы, когда визуальные характеристики и клинические проявления четко указывают на наличие протоковой аденокарциномы. Опухоль резектабельна, да, это соответствует рекомендациям как европейским, так и американским. А кроме того, при наличии солидных опухолей активно накапливающий контраст с рецидирующей гипогликемией. Здесь мы можем с уверенностью говорить о наличии нейроэндокринной опухоли. В остальных случаях контрастное усиление не является альтернативой для тонкоигольной пункции. Речь идет о лимфомах, о метастатическом поражении. Из своего собственного опыта мы можем сказать, вот у нас статья вышла в аналоге патологии хирургии, которая, в общем-то, объединяет пациентов, которые ранее в анамнезе имели онкологические заболевания, у которых не исключено было вторичное поражение поджелудочной железы. Использование у этих пациентов контраста, вот здесь, наверное, будет напрасная трата денег, потому что метастазы практически имитируют нейроэндокринные опухоли и без морфологической верификации диагноз верифицирован, конечно же, не будет. Одновременно использование пункции и контраста увеличивает диагностическую точность, так как определяет направление иглы. И у пациентов с очагом гипоусиления и отрицательным результатом пункции требуется повторное проведение пункции, рекомендуется как раз использование контраста. Теперь мы вернемся к кистозным новообразованиям, и это, пожалуй, наверное, более актуально, поскольку мы знаем, насколько сложно получить материал, который будет пригоден для морфологической верификации. Мы начнем с того, что пункция кистозного новообразования – это априори цитологическое исследование и биохимическое исследование, то, о чем говорил Евгений Геннадьевич. Пункции кистозного новообразования чаще сопряжены с различными типами осложнений, и поэтому выбор тактики ведения пациентов, постановка диагноза, в общем-то, должна исчерпываться прежде всего не инвазивными методами исследования с последующим решением о необходимости, как, собственно, и гласят европейские рекомендации, что пункция кистозного новообразования проводится только в том случае, если это определяет, меняет тактику ведения пациента. И согласно рекомендациям 2011 года, контрастное усиление является серьезным аргументом уровень доказательства А между псевдокистами и кистозными новообразованиями. То, о чем мы говорили. Стенка кисты хорошо накапливает контраст при наличии эпителиальной выстилки, то есть в случае кистозной новоплазии, и отдельно не накапливает контраст при ложных кистах, при псевдокистах. Кроме того, дифференциальная диагностика воскулярных и невоскулярных солидных оттеневых компонентов как стигмата в злокачественности имеет тоже очень серьезное значение выберет тактики ведения пациента. И здесь уже я видео не ставила, чтобы не загружать презентацию, но тем не менее хорошо видно, что при псевдокисте нет самостоятельного накопления контраста стенкой кистозного новообразования. При кистозной новоплазии, а в данном случае сирозной цистоденомы, мы хорошо видим отдельное накопление контраста стенкой и видим более отчетливо появляется перегородка лобулярный контур при сирозной цистоденоме. Контрастное усиление при тканевом компоненте, визуализируемом, видимом тканевом компоненте, предполагаемом, при сгустке муцина мы видим как полное отсутствие накопления контраста, в то время как вот эти популярные выросты при IPMN достаточно хорошо и видимо накапливают контраст. Кстати, сейчас дальнейшие исследования идут о степени накопления, характер распределения и вымывания контраста уже в тканевых компонентах, для определения степени злотачественности поджелудочной железы. И вот интересный клинический случай. Вот этот пациент к нам поступил с диагнозом постнекротическая киста для решения вопроса о проведении дренирующей операции. Ну действительно, кто занимается НДУЗИ, здесь в общем-то можно говорить о том, что вероятно всего это зона некроза, размеры новообразования подходят под дренирующую операцию, стенка вроде бы хорошо видна, то есть капсула сформировалась, однако при проведении контраста, извиняюсь, а еще раз можно видео запустить? Просто щелкнуть. Мы видим интенсивное накопление солидным компонентом и пристеночным компонентом кистозного новообразования по периферии. Обратите внимание, центр, который в общем-то тоже создает впечатление о солидности компонента, нет совершенно никакого накопления. Уже имея опыт исследования контраста при солидных новообразования по времени, накопления по характеру вымывания, нами было сделано предположение о наличии нейроэндокринной опухоли с кистозной трансформацией. В этом случае, поскольку это не решало никак для пациента, в любом случае он должен быть направлен на оперативное лечение. И по результатам морфологического исследования, наше заключение было подтверждено, действительно, это была нейроэндокринная опухоль, солидный компонент мы видим вот по периферии, а то, что не копило, это сгусток крови. Как видим, в черно-белом изображении, конечно, различить периферическую часть солидного компонента и центральную практически невозможно. Поэтому вот в данном случае, да, контрастное усиление имело значение именно для дифференциальной диагностики и решило вопрос, помогающий избежать тонкую гольную функцию. Рекомендации 2016 года, которые также были опубликованы в 2018 году, 2017 года практически, опять-таки, не отличаются, за исключением того, что предлагается использовать контрастное усиление при неопределённых кистозных поражениях, то есть при наблюдении использовать контраст, который позволяет определить изменение стенки и появление нодулярного компонента кистозного новообразования. Ключевыми выводами по кистозному новообразованию является следующее. Контрастное усиление стенок, перегородок и солидного компонента при контрастном усилении надёжно дифференцирует опухолевые кисты от псевдокист и от неопухолевых кист. Согласитесь, коллеги, это серьёзное решение вопроса антиференцировать псевдокисту. Конечно, пункция в данном случае, если остаются вопросы, конечно, нужна. Но что мы можем получить? Зачастую цитологический материал мы понимаем, его незначительное количество. Уровень раково-эмбриональной антигена определяет только муцинозность и немуцинозность. СЕ19-9 в настоящее время его чувствительность и специфичность являются недостаточными. Конечно, перспективны результаты молекулярной диагностики, исследования джинрасов и керасов, но это уже в муцинозных опухолях. Таким образом, дополнительный метод визуализации, конечно, необходим. Обратите внимание, не улучшает дифференциальную диагностику серозной эмоционозной цистоденомы. Вот здесь в том случае, если речь идет о решении тактики введения пациентов, вот здесь нужна функция. Дальнейшее изучение контрастных характеристик солидных структур является перспективной в прогнозировании дисплазии и развитии инвазивного рака при IPM. Интересное исследование по заболеваниям желчного пузыря. Я хочу сказать, что уровень доказательности небольшой, но тем не менее эти исследования перспективны. Отдельное исследование, опубликованное нашими японскими коллегами, вот это уже 18-й год, то есть это статья, которая вышла позже европейских рекомендаций, показывает увеличение именно чувствительности по дифференциальной диагностике бильярдного сладжа и новообразования желчного пузыря. Зачастую бильярдный сладж имеет такую плотность и густоту, что полностью имитирует солидное новообразование. И при парциноме желчного пузыря чувствительность специфичности и общая точность значительно повышают. У нас собственного опыта исследования желчного пузыря не накопилось, но вот интересный клинический случай. У данного пациента было непонятно в холедоке. Мы видим на черно-белом слайде, что это было сладж или действительно новообразование, которое сложно было дифференцировать как при компьютерной томографии, так и при эндосонографии. Обратите внимание, причем к дистальному отделу просвет холедоха становится более гомогенной, однородной, анахогенной. А что касается среднего отдела холедоха, то есть до места отхождения пузырного протока, то здесь абсолютно вот такое эхогенное содержимое. Причем сопоставимое по своей эхогенности с содержимым в желчном пузыре. Ну, результаты контрастного усиления, обратите внимание, решают этот вопрос однозначно, поскольку мы видим накопление контрастов в проекции содержимого эхогенного содержимого общего желчного протока и по результатам операции мы вот видим момент операции, затем материал операционный и подтверждение гистологического операционного материала аденома общего желчного протока. Таким образом, в общем-то, исследование желчного пузыря с контрастом достаточно перспективное исследование. В заключении хотелось бы сказать следующее, что это дополняющая методика, методика, дополняющая Б-режим, которая превосходит методы визуализации микрососудистого роста доплеровской энергетической доплеры, является эффективным методом диагностики солидных и кислозных образований, улучшает диагностическую точность функций солидных новообразований, увеличивает диагностический потенциал. Пока мы говорим о потенциале, поскольку невысокий уровень доказательности опухолевых и лимфатических сосудов, однако необходимы дополнительные исследования. Первоначальные результаты исследований демонстрируют, что усиление контрастное является перспективным методом с точки зрения дифференциации между леемиомой и гастроинтестинально-стромальной опухолью и для сертификации риска гастроинтестинально-стромальной опухоли. Однако дальнейшие исследования необходимы оправданным. И будущее применение контраста тоже есть. То есть оно заключается в прогнозировании биологических свойств опухоли поджелудочной железы, таких как степень злокачественности и возможности оценки ответа на химиотерапию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, можно один-два вопроса задать. Пожалуйста. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Ну, учитывая ваш опыт и то, что в сыновью входит все больше и больше в рутинную практику, видите ли вы когда-нибудь время, когда сыновью заменят пункцию совсем практически? Ну, кроме гистосного образования, я так понимаю, что это диагноз обязательный. Почему? Потому что очень часто у эндоскопистов и у хирургов это целый батл о том, нужно ли пунктировать или морфологически верифицировать резиктабельный опухоли. Конечно, любой эндоскопист согласится, что да, это нужно. Любой хирург скажет, зачем платить лишние немалые деньги. Вот будет ли когда-то тот момент, наверное, когда сыновью заменят пункцию? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я думаю, нет. Я думаю, что эти методики все равно будут идти в параллель, что нужен четкий алгоритм их использования, четкий стандарт. Будет, может быть, расширение возможностей и показаний использования стандарта при контрастном усилении, но решить все вопросы, вот в частности, действительно, вопрос верификации лимфомы вторичных поражений поджелудочной железы. На сегодняшний день контраст не решает. Возможно, если представить, будет какое-то новое поколение контрастов с какими-то другими свойствами. Накопится большее количество многоцентровых исследований, поэтому движение вперед будет. Но полной замены пункции контрастным усилением, думаю, что нет. Спасибо. И еще один короткий вопрос. Про качественную оценку все понятно. Гипер, гипо, изо, все ясно. А количественная, есть ли оценка эхоусиления? Тоже спасибо большое за вопрос. Значит, что касается у нас. У нас объективизация исследований проводится во временном отрезке времени. Мы хорошо знаем, что до 30 секунд это артериальная фаза, 30-120 веноза, от 120 до 4 это поздняя венозная фаза. Конечно, хотелось бы, чтобы ультразвуковые процессоры, а такая возможность есть, необходимость программного обеспечения графического изображения, накопления, контраста. Все это, конечно, бы вело к улучшению и объективизации диагноза. В принципе, это уже существует. Я не знаю, есть ли в России у кого-то ультразвуковые процессоры вот именно с таким программным обеспечением, но то, что они есть у европейских коллег, это 100%. Наш пока опыт – это опыт оценки во времени. Спасибо. 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 Спасибо.